МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании Город. Время говорить. Главные темы этого выпуска. Готовьте ваши денежки. Платная дорога в Рязани становится дороже, но альтернативы ей как не было, так и нет. Снова нездорова борьба регионального закона с запрещенными рюмочными идет с переменным успехом. Каким ты будешь, рязанцы высказали свои пожелания будущему мэру Города. А теперь обо всем подробнее стало известно, что с сегодняшнего числа дорожает проезд по частному путепроводу между Соколовкой и Дашковой песочной. Цена вырастет значительно, от 5 до 10 рубликов, в зависимости от высоты машины. Проезд будет дороже и для владельцев смарт-карт. Ну, понятно, что ничего у нас дешеветь уже никогда не будет. До благополучия, скажем, скандинавских стран нам не дотянуть. Но тут речь о другом. По действующему законодательству платной дороги должна быть бесплатная альтернатива. Причем не убитая в усмерть, не окружная, во многие разы длиннее, а нормальная. То есть водитель имеет право на вполне равный выбор. Прокатиться по хорошей, красивой дороженьке, но за свои кровные, или поехать помаленьку по параллельной. Не такой, возможно, нарядной, но вполне подходящей. Однако, со времен Былинова Ильи Муромца альтернативные дороги на Руси просто издевательски страшненькие. На одной того и гляди выскочит славей разбойник, да всю наличность высвистит. По другой направишься, коня потеряешь, на запчастях разоришься. По третьей поедешь, попадешь в неведомое царство государства, где изгинуть недолго. Сегодня в Соколовских краях искал дорогу прямоезжую альтернативную. Платный Глеб Галушкин. Руководство фирмы-владельца платного путепровода приводит несколько причин для повышения тарифа. Одна из них налоговая не возместила нам 25 миллионов рублей по НДС. У нас образовалось прежде в бюджете. Соответственно, по соглашению с администрацией города мы увеличили также тариф и за наличный проезд. Этот тариф, как обещают представители фирмы-владельцы путепровода, не будет меняться до конца 2014 года. Напомним, что перед вводом в эксплуатацию предприниматели и чиновники заявили общественности, что срок окупаемости проекта составит свыше 7 лет, а после 20 лет владения путепровод будет передан в ведение муниципалитета. Что касается бизнеса, то тут вроде бы все ясно. Есть желание окупить путепровод как можно быстрее. Однако, кроме такого желания предпринимателей, есть и вопрос рязанцев к чиновникам от транспорта. Автовладельцы со стажем помнят, что в этом месте раньше действовал переезд через железнодорожное полотно. Однако, после открытия нового платного путепровода, на старом рабочие демонтировали настилы и опустили шлагбаумы с обеих сторон. А подъезды попросту перекопал экскаватор. О прежней дороге сейчас напоминает лишь отчего-то неубранный дорожный знак. Тогда транспортные чиновники объясняли, что изначально предполагалось закрыть железнодорожный переезд для автомобилистов. Обязательный же бесплатный альтернативный маршрут, положенный по федеральному закону между Соколовкой и Дашковой песочной, пролегают через город. Причем на этот маршрут автомобилист должен потратить около получаса и более 15 километров пробега. Насчет бензина, как в кино. Вот и считай. Получается, что дорожные дельцы попросту заставляют рязанских автомобилистов пользоваться платным путепроводом. Ведь мало кто хочет делать 15-километровый крюк. А то, что в федеральном законе есть пункт об обязательном наличии дорога дублера, так это уж извините, в казне денег нет. А пользуются платным путепроводом больше 13 тысяч автомобилистов ежедневно. Опять вспоминается упомянутая киношная фраза. Вот и считай. Давайте и далее поговорим о странностях рязанской жизни. Вот появился у нас замечательный местный закон о борьбе с питейными заведениями в жилых домах. Нельзя этого теперь, да и все тут. Пьяницы слегка зазудели, владельцы наливая их напряглись, зато добропорядочные люди вздохнули с облегчением. Наконец-то алкогольный муть не будет распространяться по двору, портить настроение, отравлять атмосферу перегаром, в буквальном смысле и похабной материчиной, в переносном. И впрямь закрыли распивочные. Не все, но закрыли. А потом все как-то вернулось на круги своя. Продолжать программу «Грустные правды жизни» в репортаже Оксаны Тебенихиной, снятом в одном из дворов на улице Советской Армии. Жители дома номер 24 на Советской Армии в буквальном смысле бьют тревогу. В четвертом подъезде расположилось питейное заведение непонятной категории. Табличку к приезду нашей съемочной группы предусмотрительно убрали. Из информации о предприятии лишь график работы с 7 утра до 10 вечера. Питейное заведение, согласно решению губернатора Олега Ивановича Ковалева от 30 августа этого года, говорит о том, что в многоквартирных домах не должно быть никаких питейных заведений. Ходят, извините меня, свою нужду справляют на стены под деревьями. Наш дом, рядом дом, кругом дом, и все только идут и говорят, когда закроется эта помойка. Мимо пивнушки ежедневно ходят молодые мамы, ведут малышей в детские сады и школы. Уже с утра их своим перегаром встречают за всегда ты местного ресторана. Мало того, складывается ощущение, будто именно в этом районе школ и садов в разы меньше, чем пивных забегаловок. В летнее время на нашей площадке, которую мы привели в хорошее состояние с помощью ЖО-16, здесь сидят, курят, пьют, вино продолжают. 23 часа закрывалось, сейчас они сместились с 7 часов до 22 часов. И ладно бы вели себя нормально, но как совершенно пьяный, с позволения сказать, человек не будет громко матерясь, дебоширить и шуметь. Вместе с обеспокоенными соседями мы отправились в столь разрекламированное заведение посмотреть, оценить обстановку и, возможно, попить кофе. Но нет, находиться там было просто невозможно. Запах перегара в перемешку с потом пропитали стены кафешки настолько, что скоро просочатся в соседнюю с ней квартиру. Фамилия и имя очень-то управляете вы. Я ничего говорю про меня. Я все планирую. Потому что я не должна это говорить. Почему не должна? А почему я так это говорю? Нет, это что за тайна? Я не хочу ничего говорить, я ничего не знаю. Ни администратора, ни посетителей в заведении само собой не оказалось. Что ж, предупрежден, значит вооружен. Зато внутри нас ждал еще один сюрприз. Игровой автомат, банально замаскированный, под лотерейный. Ну что тут еще сказать? С кого спросить? С участкового. Чем закончатся однажды очередные посиделки, одному богу известно. Четыре года назад, по словам местных жителей, в этом самом кафе уже убили девушку-продавца. И если это не дало никакого административного резонанса, то тут дело ясное, что дело это темное. Репортаж этот был снят вчера. Сегодня подоспела информация полиции. За минувшие сутки в ходе рейдов по соблюдению антиалкогольного законодательства силовики выявили четыре нарушения в Рязани. Из незаконного оборота, как повествует официальный сайт УМВД, изъято полсотни литров спиртосодержащей жидкости в рюмочных на улицах Почтовой, Островского, Мервинской и все той же Советской Армии. Возможно, даже обязательно и этим антиалкогольными вопросами совместно с полицией тоже придется в какой-то степени заниматься новому рязанскому мэру, которого будет в этом месяце утверждать Рязанская Городская Дума. Конкурс мэров завершится примерно через две недели, 19 ноября. Сейчас обязанности главы исполнять Виталий Артемов, бывший, скорее всего, как прогнозируют эксперты, будущий начальник города. У рязанского народа к Артемову вроде бы особых вопросов нет. А вот каким хотят видеть будущего мэра горожане, интересовались сегодня наши корреспонденты. Хорошо бы потенциальные кандидаты в градоначальство приняли пожелание рязанцев к сведению. По вашему мнению, какими качествами должен будет обладать будущий глава администрации? Справедливым, честным, трудягой. Должен быть порядочным. Ну, честным должен быть. Честным, честным. Воспитанным должен быть. Заботиться о государстве, о людях. Патриотом должен быть России и Рязани. Продолжаем программу. Стало известно, что Банк России выставил на общественное обсуждение варианты графического обозначения российской валюты. Проголосовать за новый символ рубля может каждый на сайте Центробанка. То есть, хочет главный банк страны запустить символический портрет нашего родного рублика. Ну, а как же? Есть ведь, скажем, это самое С с палочками доллара. А мы чем хуже? Валюта, правда, у нас послабее. Да и рубль по-прежнему деревянным кличут. Но хотим графический портрет, да и все тут. Вот какие варианты предлагают разработчики. Проголосовать можно за любой. Причем, в отличие от избирательных бюллетеней, предусмотрен пункт против всех. Так что денежная демократия полная. Как утверждают официальные источники, графические обозначения валют обычно появляются по мере их серьезного вовлечения в международный оборот и признаются во всем мире. Ну вот, нарисуем графику, глядишь, рубль получит побольше признаний в мире. А потом смотришь и вовсе. Американцы его вместо своих надоевших долларов будут в кубышку на черный день откладывать. Рубь, это железно. Так что все у нашего рубля впереди. На сегодня всего хорошего всем вечера и до встречи завтра в эфире программы «Время говорить». Удачи! Редактор субтитров А.Семкин